Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Куб. 1997 года. Группа людей, которые никак друг с другом не связаны, неизвестным образом внезапно оказывается в странной кубической комнате, каждая грань которой снабжена люком, ведущим в другую такую же комнату. Единственная разница между комнатами – это их цвет и наличие разнообразных смертоносных ловушек. Совместными усилиями эти пятера пытаются найти ключ к выходу из этого гигантского сооружения. Останься 2005 года Находящийся на грани помешательства студент Генри Лэттем рассказывает психиатру Сэму Фостеру о том, что покончит с собой в субботу в полночь. Не желая допустить гибели Генри, Сэм решает сделать все от него зависящее, чтобы избавить парня от навязчивой идеи. Он отправляется вместе с ним в путешествие по городу, в ходе которого и сам постепенно начинает погружаться в кошмарные иллюзии пациента, вместе с ним балансируя на тонкой грани между жизнью и смертью. Ошибка времени 2014 года Трое приятелей, подающие надежды художник и по совместительству правдом Финн, его девушка-официантка и писательница Келли и их друг Джаспер, помешанный на собачьих гонках, находят в комнате заседа ученого странное изобретение – машину, печатающую фотографии из будущего дня. Теперь Джаспер знает, на каких собак нужно ставить, и Финн и Келли могут наконец посвятить себя любимым занятиям. Но вскоре визуальные пророчества загадочной машины начинают обескураживать и пугать героев. Сигнал 2014 года Трое студентов-хакеров неожиданно начинают получать таинственные сообщения от незнакомца под ником Номат, но они даже не подозревают, что имеют дело не с человеком, а с сигналами внеземного разума. После серии необъяснимых происшествий друзья бегут из опасной ловушки, но тут же становятся объектами охоты людей в черном, которые считают, что после контакта хакеры могут представлять угрозу для всего человечества. Треугольник 2009 года Грег приглашает свою подругу Джесс, молодую мать-одиночку, провести день на яхте в кругу своих друзей. Начавшийся сильный шторм переворачивает судно, и оставшихся в живых вынуждены добираться помощи, цепляясь за перевернутый корпус яхты. Спасение приходит в виде огромного океанического лайнера. Судно оказывается пустым, часы на борту остановились, но они не одни на этом огромном корабле, за ними кто-то неустанно следит. Начало 2010 года Кобб – талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения. Он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного спионажа. Они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее дело может вернуть все назад, но для этого ему нужно совершить невозможное – инициацию. Вместо идеальной кражи Кобба и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача – не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением. Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду встречи с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход, врагом, увидеть которого мог бы лишь Кобб. Другая Земля Научно-фантастическая драма о трагическом пересечении жизни студентки и композитора в ночь открытия учеными идентичной Земле планеты в Солнечной системе. Заражение Международная организация врачей совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельного вируса. В бункер официантка Фабиана знакомится с одним из случайных посетителей, переживающим сложный период в жизни. Между ними вспыхивает страсть. Для девушки все кажется идеальным. Ее любимый работает дирижером оркестра в филармонии и овладеет огромным особняком. Однако вскоре появляются непредвиденные сложности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Непутевый писатель потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. В воле случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцентричными дружками. Выясняется, что украденное животное – любимый пес главного местного гангстера, которому ничего не стоит в два счета вычислить и уничтожить оболтусов. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!